Добрый вечер в элитарном клубе «Что, где, когда» в единственном месте, где каждый телезритель может заработать деньги своим собственным умом. Так, господин Аскеров, вы опять со своей командой стоите? Нет, Равшан, я вас попрошу, пройдите, пожалуйста, к хранителю традиций нашего клуба, Михаилу Борщевскому, и сегодня под его крылом... Нет, Елена, нет, никаких шуток. Так, пройдите, пожалуйста, господин Борщевский, я надеюсь, что вы проследите за тем, чтобы Равшан не подсказывал. Вот, поставьте его между собой и Ольгой, вот так, для верности. Безненовите его! Безненовите его! Безненовите кого-кому! Сегодня воскресенье, 26 апреля, московское время, 22 часа 58 минут, и мы начинаем прямую трансляцию финальной игры весенней серии «Что, где, когда» 2009 года. В финале против телезрителей будет играть команда Андрея Козлова. Обладатели хрустальной совы Игорь Кондратюк и Алексей Капустин. Двухкратные обладатели хрустальной совы Владимир Молчанов и Николай Силантьев. Одна бриллиантовая и три хрустальных совы на счету Бориса Бурды. А капитан команды знатоков, обладатель одной бриллиантовой и трех хрустальных сов, магистр игры Андрей Козлов. Против самой титулованной команды элитарного клуба «Что, где, когда» сегодня играют Жанна Полянская, Сыктывкар, Надежда Ларина, Химки, Вячеслав Дружинин, Черняховск, Анна и Олеся Комаровой, Пермь, Галина Рубикова, Барнаул, Дмитрий Ярыш, Мозырь, Петр Кабанов, Анжера Суджинск, Владислав Боязитов, Лосиный, Сектор Блиц, Владимир Собес, Дартмут, Ольга Пальчевская, Москва, Анастасия Алексеева, Санкт-Петербург, 13-й сектор. Финал весенних игр «Что, где, когда» телезрители против Снатоков. Играем до 6 очков, счет 0-0, первый раунд. Уважаемые телезрители, в трех отборочных играх весенней серии все команды Снатоков обыграли телезрителей со счетом 6-5. А в финал вышла команда Андрея Козлова, которая обыгрывает телезрителей со счетом 6-5 уже 5 игр подряд. В этом сезоне команда, одержавшая победу в финале серии, получит право без дополнительных испытаний попасть в решающую зимнюю серию. Так что, господин Козлов, в случае победы я от вас отдохну. Санкт-Петербург! Невзаимно, мы не хотим отдохнуть. Господин Козлов, но из шести последних игр 4 с вами. Я понимаю, тяжело, господин ведущий, а мы вас любим, нам с вами хорошо. Я тоже вас люблю, но есть и другие команды. А против вас сейчас играет переводчик Анастасия Алексеева, город Санкт-Петербург. Внимание, странная чашка. Подобную чашку в середине 19 века изобрел англичанин Харви Адамс. Внимание, вопрос. Для кого предназначалась эта чашка? Для детей. А сюда ложку, ложку, допустим, для левшей, чтобы ложка не было. Для кого? Для кого? Нет, для левшей. Для высшего света, чтобы ложка. И что? И что? Для левшей. Чтобы не левши. Да, да, да. Это хорошо. Для бородатых. Для левшей не бородается. Это красиво, еще какие-то говорят. Для детей. Не, ну так, узнай. А так не может. А вы дайте, кто лежит, если там ложку. Мне это сам не придерживаю. Для животных. Не, ну может быть, лужи. Не, ну это похоже. Больше что еще. Мошка там... Чтобы чай не ступала. Чтобы заварка не попадала. Чай, да, чай. Чтобы кейли не ступала. Чтобы кейли не ступала. Кстати, это именно викторианское время, когда усы стопают. Усы, конечно, все помещается. Нам кажется, что мы нашли правильный ответ. Отвечать будет Борис Борда. Прошу, Борис. Может быть, эта чашка для меня и подобных мне. Для людей, которые носят усы и не хотят окунать их в чай. Такую чашку Харви Адамс придумал для джентльменов с усами. 1-0. 1-0 Борис Борда приносит первое очко своей команде. Директор МТС России Александр Поповский будет сегодня защищать интересы знатоков. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, господин Дагрузчик. Господа, Григорий Гусельников отмечает 17-летие знакомства со своей женой. Давайте поздравим молодых. А их интересы сегодня буду защищать я. И, если что, я надеюсь на помощь Михаила Борчевского. Я могу рассчитывать, господин Борчевский? Нет, вы можете надеяться. Господин Борчевский, как ведет себя Равшан? Смотрите, пока спокойный, пока. Второй раунд. Господин Козлов, на прошлой игре вы спрогнозировали рост курса евро относительно британского фунта. Посмотрим на экран. Ваш прогноз опромкался. И в случае победы в этой игре вы получите приз от компании «Форекс Клуб». 5408 долларов США выиграл для вас Роман Карасев из города Мытищи, которого мы также поздравляем. Работать, ребята, работайте. Москва? Нет, Москва. Москва все-таки. Москва, да. Москва. Работать. Ну-ка. Против вас играет Ольга Пальчевская из Москвы. Внимание, вопрос. Кому, с точки зрения испанского писателя Рамона Гомеса де Лассерны, фраки достаются по наследству и потому велики? Рукава свисают и рук не высвободить. Музыкантам, пианистам. Рукава свисают, чему свисают. Не в детях здесь. И руки не высвободить. А почему не в зоне? Потому что нет свободы. Не в том, что вынуть нельзя. Их ограничивают. Они должны пойти туда же. Кто должен так родить? Аристократам. Ну, это слишком. Принцам. А там, скажем, не в плане. Кому по наследству? Ребята, может быть, кем-то в хоре поют? Почему это обязательно музыка? Не брать? А почему не брать? А может композиторам, которые не могут выскочить из-за того, что родители их... В раках, кто вообще в раках? В раках в раках лауреаты и музыканты. И музыканты. Ну музыканты что? Фраки им велики, рукава свисают. Они молодые. Они не могут руки поднять. А может молодые ученые? Детям политики? А почему политики? Молодые ученые. Молодые дирижеры выжат. Существуются дирижеры, которые из-за этого не могут дирижировать. А почему по наследству? Так а в чем наследство? Руки низу, а самодельник. И так, кто отвечает? Алексей Капустин. Прошу, Алексей. Я думаю, что это, ну, например, дирижеры. Детям дирижеров, которые вынуждены смотреть, как дирижировали их родители, их отцы. И из-за этого они не могут иметь свободу вот для этого. Господин Капустин, мне очень приятно, что именно вы отвечали на этот вопрос. Ведь вы с этими господами недавно общались. Именно вы. Пингвины. Именно вы, господин Капустин. И почему вы все вместе решили, что это люди? С точки зрения Делосерны, по наследству фраки достаются, посмотрите на экран. Пингвинам. Пингвинам. И рукава, посмотрите, посмотрите еще. И рукава свисают, и рук не высвободить. Один-один. Работать, ребята, рады. А все не сгибы. Первое очко команде телезрителей принесла Ольга Пальчевская и получит от Бинбанка 10 тысяч рублей. Тот, кто принесет второе очко, получит 20, за третье 30. Ну, вы знаете, все как обычно. Третий раунд. 13.mts.ru По этому адресу в интернете вы, уважаемые телезрители, можете во время прямого эфира отправлять свои вопросы в 13-й сектор. А также в любое время суток вы можете отправлять вопросы по электронной почте. Адрес вопрос собакатвигра.ру Либо по почте 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Давайте посмотрим. По стрелке Мозырь. Нет, все-таки Барнаул, да? Давайте оператору виднее. Барнаул. Против вас играет Галина Рубикова. Город Барнаул, Алтайский край. Господин Бурда. Да, слушаю вас. Вы знаете, что такое бомы? Боны? Бомы. Михаил, третья буква. Бомы? Мо, бомы. Нет, не знаю. Тогда я вам расскажу. Неужели нашлось что-то, чего вы не знаете? Ой, так много там. Борис, это алтайское название особо опасных мест, узких троп, где с одной стороны скалы уходят почти вертикально вверх, а с другой стороны пропасть. Угу. В девятнадцатом веке, когда караван подходил к такому месту, он останавливался, и проводник начинал искать у дороги шапку. Внимание, вопрос. Что делал караван, если шапку находили, и что, если ее не было? Шапку от человека оставляют, если он не вернулся, значит, он погибнет. Это требовое движение. Если шапка есть, не идут. Если шапка есть, идет движение, что у тебя, он рождается. А, потому что он еще верно возвращаться будет, да? Как знак преимущества, преимущества, преимущества других, а преимущества других. Он сначала придет, положит шапку, а потом ведет караван. Если шапку находили, он жален, если ее не было, он сам бежал, положили свою шапку. Да, и можно ему дождаться? То есть, они не двигались. Они переходили, если шапка может быть. Они оставляли шапку. Нет, полосился. Он полосился, он полосился, он побежал, остался. Нет, нет, зачем? Он свою оставил, пошел дальше. Дальше уже, он будет возвращаться. Те не пойдут, там нет шапки. Может быть, нет шапки? Если ты видишь шапку, ты ждешь, пока он вернется. Он пришел, побежал, на встречу, оставил шапку, повел караван. Это кирпич. Итак, если... Что? Чтобы не пересложить, шапка лежит. Ты не идешь. Не, не лежит, идешь. Все. Ты не только идешь, а бежишь сам шапкой. Идешь, кладешь ее, кладешь там шапку. Итак, кто отвечает? Тишина. Отвечает Игорь Кондратюк. Если шапка лежит, это означает, что идти не нужно. А если... Что значит идти не нужно и что делать? Нужно стоять и ждать. А так... А если ее не было... Господин Кондратюк, вам не засчитывать ответ? Вопрос был. Если шапку находили, что если ее не было? Если шапку находили, то ждали. Пока вернется тот человек, который эту шапку оставил. Потому что, очевидно, этот человек или его караван заняли ту тропу, по которой сейчас нужно идти. Если шапка не лежит, значит туда можно идти. То есть, если шапка не лежит, караван должен идти прямо по тропе? Может идти по тропе. А теперь, внимание, правильный ответ. Честно говоря, господин Гозлов, я удивлен, почему вы решили давать ответ Игорю Кондратюку, когда Борис Бурда и Алексей Капусин абсолютно точный ответ давали, а в итоге дали ответ другой. На такой узкой тропе два каравана не могли разойтись. И если бы такое произошло, то один из караванов был бы вынужден сбросить в пропасть животных и товары. Тогда и договорились об условном знаке. Шапка. Если проводник у входа на узкую тропу шапку не находил, и вот тут, я сейчас буду читать то, что Кондратюк не сказал, а в обсуждении было, он пешком проходил этот опасный участок и клал шапку с другой стороны. Это означало, что встречный идти не может. А если вы просто шапку не увидели и пошли, вы как раз столкнетесь со встречным караваном, господин Кондратюк. Итак, он пешком проходил опасный участок, клал шапку с другой стороны. Это означало, что встречный караван должен ждать, а караван проводника может двигаться. А если проводник шапку находил, то его караван, а если находил, то ему приходилось ждать. Еще раз, я совершенно... Еще раз, господин Кондратюк, если шапку находил, надо ждать, эта часть ответа правильная. Если шапку не находил, вы ответили, что караван может идти, а правильный ответ, проводник должен пройти опасный участок и положить шапку с другой стороны. Но самое главное, что господин Бурда перед ответом, господину Козлову это сказал. На что Козлов ему сказал, да, это понятно. И дал отвечать вам, поэтому счет 2-1 в пользу телезрителей. Хотя Игорь ответил ровно то, о чем вы спрашиваете. Мы не будем спорить. Еще раз, нет. Я кого защищаю сегодня? Вы защищаете телезрителей. Тогда вы правы. Господин Козлов, еще раз, вот Андрей, послушайте внимательно, здесь дело не в том, кто как защитывает. Если пойти по принципу, который рассказал господин Кондратюк, то это как раз самый ужасный случай. Когда два каравана как раз столкнутся на узкой тропе, если будут следовать тому правилу, которое рассказал Игорь Кондратюк. А именно, караван подошел, нет шапки и пошел. И в этот момент другой караван увидел, что не шапки и пошел навстречу. И самая худшая ситуация, которой может быть. 20 тысяч рублей заработала Галина Рубякова из Барнаула Алтайского края. Поздравляем ее. А сейчас внимание. Сегодня определится судьба главного приза весенней серии «Что, где, когда» 2009 года. В случае победы знатоков лучший игрок команда Андрея Козлова получит «Крустальную сову» и сертификат на 300 тысяч рублей от компании «Мобильные телесистемы». Если же сегодня победу одержат телезрители, то автор лучшего вопроса финальной игры получит «Крустальную сову» и эксклюзивную пластиковую карту на сумму 300 тысяч рублей от «Пинбанка». Четвертый раунд. Господин Козлов, главный приз этой серии «Хрустальная сова». А у вашей команды этих сов 12 штук. Расскажите, в чем вы находите интерес? Ведь ваша команда уже всего вроде бы добилась. Вы знаете, по меткому замечанию господина Бурды, это команда джентльменов, которые собираются для того, чтобы поиграть, доставив себе удовольствие и окружающим. Если это удается, задача выполнена. Сова вещь хорошая, конечно, но суть в том, что мы получаем удовольствие от игры, господин Бурда. Вы так и говорили? Действительно, я так и говорил. А сейчас, господа, как говорят в племени Кабон, один раз по руке и до ключицы на другой стороне. 13-й сектор. Интернет против знатоков. 2257 вопросов прислали сегодня телезрители в 13-й сектор, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет аспирант из Череповца Антон Григоров. Или Григоров. Оба. Оба. Внимание, вопрос. Многие видели, что на Олимпиаде 80 два призера соревнований покусали друг друга после церемонии награждения. В каком виде спорта они участвовали? Конный спорт. Конный спорт. Уделок. Да, да, да. Уделок. Борцы там чем-то отличились. Но по-моему медалей. Нет, нет. Нет, на граждане выезжают с лошади выходят. Да. Объединенно. Там лошадь получают тоже медаль. Так же, как и в садике. Да. Никаких гонок собачьих упряжек не было? Какой вид спорта? Конный спорт. Конный спорт. Так, без такого уточнения. Подождите, конный спорт плохая версия была. Ищите лучше. Ну почему, конкур? Хорошо. Это конный спорт. Это конный спорт. В каком-то виде конного спорта получают. Собаки не упущают. Люди вряд ли покусали друг друга, правильно? Пчелы никакие. Это не Олимпиада. Это не Олимпиада. А призеры, два призера. Нет, ну пчелы не были призерами. Да. Ну призер Олимпиады там. Люди не могли покусать себя так вот разозлить? Ну думаю, что в первом таком. Там играть только фантастически не могло. Там был какой-то парень. Да это на восемьдесят. Больше зверенец. Вот на спорте все-таки. Так, больше зверенец. Какой-то... Это тринадцатый сектор, конечно. Итак, кто отвечает? Это, конечно, тринадцатый сектор. Но тем не менее, мне кажется, что Игорь Кондратюк получает возможность реабилитироваться сейчас. Прошу, господин Кондратюк. В конном спорте. Ну, я не могу соответствовать. Я ответа не знаю. Давайте вместе посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Это Заяц и Волк из... Ну, погоди. После гонки они ели шоколадный торт. Олимпиада восемьдесят. Три-один. Олимпиада восемьдесят. Три-один. Ну, это... Это тринадцать. Господа, смотрите, как интересно. Уже два вопроса в этой игре. Когда знатоки обсуждают только людей, а оказывается, что это не люди, а животные. 30 тысяч рублей заработал Антон Григоров из Череповца. Поздравляем вас. Уважаемые абоненты МТС. Уважаемый... Господин Козлов. Я говорю, уважаемые абоненты МТС, вы мне мешаете. Сегодня вы можете задавать личные вопросы самому разностороннему члену клуба «Что-кде-когда» Борису Бурде. Присылайте СМС-сообщение со своими вопросами на номер 777. Господин Бурда, если можно... Ну, потише музыку. Если можно, сначала пару вопросов от меня. Вот по образованию вы инженер теплоэнергетики. Но были и кулинаром, и бардом, и телеведущим, и писателем, и кем только не были. Борис, почему вам не удается на чем-то остановиться? Наверное, потому что я хочу прожить не одну, а несколько жизней. Я прожил жизнь писателя, вот начинаю я жить. Жизнь кулинара у меня тоже еще не кончилась. Жизнь бардова тоже как-то продолжается, и каждая эта жизнь интересна. Борис, тогда у меня встречный вопрос. Кем вы еще мечтаете стать? Честно вам скажу, я мечтаю вот так вот, посерьезно вот так, стать дедушкой, воспитывающим внуков. Потому что, честно говоря, в этом отношении я просто безобразен из-за всех этих масс и занятий. Внуки хорошо, что хотя бы помнят меня в лицо. Ну, я вам желаю этого достичь. Счет 3-1 в пользу телезрителей. Пятый раунд. Итак, давайте посмотрим, что же интересует телезрителей в личной жизни Бориса Бурды. Господин Бурда, от Антона из Твери. А какая жизнь оказалась для вас самой интересной? Каждый раз интереснее текущая. От Олега Ветрова из Москвы. У вас какое было прозвище в школе? Знаете, что интересно, при фамилии Бурда никакого прозвища не нужно. От Артема из Санкт-Петербурга. А что вам не нравится в вашем капитане? Давайте я вопрос вот закончу. Да с волочью. Еще раз повторите, я не понял. Сволочью. Так, и от Дениса из Бахачкалы. Занимаетесь ли вы спортом? Если да, то каким? Раньше занимался бадминтоном. Был первый разряд, был первый разряд по шахматам. Сейчас в основном бегаю на своей беговой дорожке, установленной в одной из комнат. Меряю, так сказать, километры. И боюсь своего старшего сына, который, если я буду мало бегать, опять отправит меня в кой-то санаторий худеть. Итак, а сейчас Сахтывкар. Против обладателей бриллиантовой совы Андрея Козлова и Бориса Бурды играет казначей, обладатель бриллиантовой совы Жанна Полянская из Сахтывкара. Республика Коми. Это уже девятый вопрос Жанны. Что интересно, Андрей, первые шесть вопросов Жанна выиграла, а два последних проиграла. То есть выиграли знатоки. Посмотрим, как будет сегодня. У нас за кулисами находятся предметы. Предметы, которые в Японии называются сурипу. Хотя упоминать название этих предметов, особенно господин Молчанов в присутствии женщин, считается в Японии не совсем приличным. Другое дело, когда это слово размещается... Посмотрите на экран. Рядом с этим дорожным знаком. В этом случае ничего неприличного в этом слове нет. Внимание, вопрос. Что же за предметы у нас за кулисами? Бутылка, бутылка и стакан с пятием связано. Что значит, предметы? Извилистая дорога. Кривая, кривые ноги при женщине. Нельзя говорить. Кривая дорога. А что расположено? Предметы много, предметы, да? Вообще чутки. А что здесь машина? Здесь скользкая дорога. Это скользкая дорога. Может быть, стеклянные какие-то предметы, стаканы чашек? Может, это предметы женской одежды, которые неприличны? Ну что, а какие? Думаешь, кривая или скользкая? Да, ну, например... Ребята, а на что вообще похожи вот это вот кривые ноги? На кривые ноги, это колготки. Две ноги, конечно, кривые. Да. Может быть, пустые или... Чулки-колготки, предметы туалета при женщине. Это из янского туалета. Да, ну, вот именно колготки-чулки. Не может быть связано с пьяной походкой, ничего? А почему положили там за кулисами? А мы должны отгадать. Вот потому что они там... Это кривая дорога или скользкая дорога? Это скользкая дорога. И что? Или вы и ноги... А вот это же слово рядом, да? Вообще похоже на кривые ноги. Итак, и так... Хошеные палочки наеды. Господин Гозлов, кто будет отвечать? Алексей Капустин. Итак, Алексей, Что за предметы у нас за кулисами? Вы помните, что упоминать название этих предметов, особенно в присутствии женщины, считается в Японии неприличным. А рядом с этим знаком ничего неприличного нет. Итак, что это за предметы? Алексей, Алексей, да пытаюсь вспомнить, чего говорили. Ну, мне кажется, что это вот, да, изображен автомобиль со скользкой или кривой дорогой. Может быть, это предметы-бананы, которые нельзя употреблять в присутствии женщин, намекая на их кривые ноги? Ваш ответ понятен. А сейчас у меня вопрос. Господину Козлову, Силантьеву и господину Кондратюку. Вас вообще... Я знаю, я не знаю про остальных, но вы-то точно водители. 30 секунд тратить на то, что это скользкая дорога... Я не пойму, вы как права получали? Нет, ну это понятно, что скользкая дорога. Почему мы это сразу поняли? Мы получили нормальный права. Скользкая и кривая, это все-таки разное. Нет, нет, она скользкая, конечно, но там нарисованы... Очень, так, криво, хорошо. Андрей, я про кривые ноги вообще ничего не понял, потому что вы считаете, что на международном знаке скользкая дорога изображают ноги? Слово «сурипу»... Господин Капустин, на самом деле вы были близки, только я не знаю, при чем здесь бананы. Слово «сурипу» в процессе обсуждения были близки. Рядом с этим дорожным знаком вполне прилично и подчеркиваю, что дорога скользкая. А у нас за кулисами находятся предметы, которые в Японии также называют словом «сурипу». Посмотрите. Скользкое, шелковое женское белье. Вы даже говорили, какое-то женское белье. Вы называли колготки, чулки, что-то из одежды. Господин Капустин все это говорил, но найти неприличные слова из женской одежды... Вы в эту сторону не пошли. 4 и 1 уже. 40 тысяч рублей заработала Жанна Полянская из Соктевкара. Поздравляем вас, Жанна. Крупнейший оператор сотовой связи в Центральной Восточной Европе компания МТС приготовила приз лучшему игроку команды Андрея Козлова. Книгу с автографом знаменитого абонента МТС. Господин Поповский, прошу вас. Сегодня приз от Андрея Кончаловского. Любимая книга режиссера Андрея Кончаловского – это воспоминания художника Константина Коровина. Андрей Кончаловский оставил такую, на мой взгляд, трогательную надпись. «Лучшему игроку передачи «Что, где, когда». Эта книга откроет вам ту красоту и богатство духа русских художников, те братские и чистые отношения между творческими личностями России, которые, к сожалению, теперь редко встретишь на земле. Всего вдохновляющего Андрея Кончаловского. Благодарю вас, уважаемые знатоки. Я вам завидую получить книгу с автографом Андрея Кончаловского. Ну, во всяком случае, для меня было бы крайне приятно. Шестой раунд. А кроме книги Андрея Кончаловского, «Лучший игрок» команды Андрея Козлова получит приз от Первого канала. Два билета на конкурс «Песни Евровидения-2009», который пройдет 12, 14 и 16 мая в Москве. Уважаемые абоненты МТС, сегодня в ваших руках судьба трех призов. Книги, билетов и, возможно, «Хрустальные совы». Ждем ваших смс-сообщений на номер 777. Напоминаю состав команды. Алексей Капустин, Борис Бурда, Игорь Кондратюк, Владимир Молчанов, Николай Силантьев и Андрей Козлов. Мозырь. Против вас играет филолог... Вообще, уважаемые телезрители, вы обратили внимание? 4-1. Лучшая команда последних лет проигрывает телезрителям. А против нее играет филолог Дмитрий Ярош. Город Мозырь, Гомельская область, Белоруссия. Внимание на экран. Это тяжелый бомбардировщик «Ланкастер», на борту которого находятся так называемые прыгающие бомбы. Бомбе придается вращение, и она сбрасывается на поверхность воды, а затем, как камушек, прыгает 400 метров и взрывается точно под плотины. Впервые эти бомбы были применены в 1943 году военно-воздушными силами Великобритании во время ночной бомбардировки крупной плотины в Германии. Внимание, вопрос. Для чего во время этой операции на бомбардировщиках устанавливали два прожектора, один из которых светил вертикально, а второй под углом к вертикали. Вертикально и под углом к вертикали. Чтобы понимать, что нацеливались. А как нацеливались? Вниз, скорее всего вниз, наверное, вниз. Вниз, чтобы там была вода. Знаете, наверное, под углом к вертикали, где он сейчас находится, куда он упадет. Угол такой, что они примерно знают, что она пролит стойко. А угол там очень... Там угол должен быть 3 градуса. Он выбрал 3 градуса угол, поэтому он должен был издалека увидеть эту плотину и высоту соотношения. То есть он выбирает высоту, да? Вертикально под ним воздавит вода. Если вода, и он видит плотину, то это точно сбросано. Если он там 3 градуса. Если нет воды внизу, нельзя бросать. Если не видит плотину, нельзя бросать. Нельзя бросать. То есть у него просто он так прицеливает. Да, это как он предел. Получается, да? Что еще нужно? Нет, ну я понимаю. Вот такой треугольник. Если тут есть угол, она не скакала. Нет, или промазала. Скакала, или промазала. Отказуха вот это должно быть. Ну похоже, да. А что там вообще может быть? Похоже. Мне кажется, это точка вторая, куда она упадет. Нет, это прицеливание. Это угол. Итак. Точка прицеливания. Который прилетит. Кто отвечает, господин Гозлов? Кстати, у вас есть помощь клуба, если вам нужна. Да, пока не нужна, я думаю. Владимир Молчанов. Это был своеобразный прицел. Значит, должны были соблюдены быть следующие условия. Прожектор, который светит вертикально... А вы нарисуйте. Давайте попробуем. Попробуйте. Значит, да, я плохо рисую, но... Давайте, вот самолет. Вот плотина. Вот самолет. Вот самолет. Так. Значит, прожектор светит вертикально вниз. Да, а второй под углом к вертикали. А второй примерно вот так. Если здесь внизу нет воды, значит, точка сброса не найдена. Он должен либо идти на следующий заход, либо ждать. Если внизу вода, значит, соответственно, бомба попадет в воду и поскачет. Как только летчик видит в луче прожектора, который светит вперед под углом неким плотину, достигается та самая точка сброса, от которой бомба гарантированно долетит, допрыгает. Нет, ее сбрасывают за 400 метров. Это было сказано. Эти 400 метров она и должна проскакать. Он не саду-то уберет. Он должен сбросить в тот момент, когда совмещается вот здесь вода и здесь... Так, покажите, не надо мне Козлову показывать. Покажите, что издует молчанок. Господин Козлов, успокойтесь. Я молчу. Итак, 400 метров фиксируем. Значит, бомба должна пролететь 400 метров. Он это знает. Соответственно, вот в этом треугольнике это расстояние он знает, этот угол он знает, дальше... Уж не помню, там, по теореме синусов или косинусов забыл. Откуда он этот угол знает? Который этот? Этот угол, соответственно, настроен загодя. Он должен таким образом выбрать высоту, и, соответственно, от этой высоты и вот эта дальность получится. Чтобы бомба взорвалась ровно по-другому. Как от высоты зависит дальность? Я никак не могу понять. Дальность 400 метров. Господин Козлов, выйдите, пожалуйста, из-за стола до конца этой минуты. Ну что это такое? Вы говорите, отвечает молчанок, и сами отвечаете. Владимир, еще раз. Итак, для чего во время этой операции устанавливались два прожектора? Первый прожектор, который светит вертикально вниз. Должен был помочь пилоту определить, что под ним находится река, а не что-то... Понятно. А второй под углом вертикали, как я говорил? Второй под углом вертикали, вот так вот направленный вниз. Должен был дать пилоту возможность, как только в этом луче прожектора появляется основание плотины, значит, вот из этого треугольника достигается необходимое расстояние до плотины, и, соответственно, брошенная здесь бомба гарантированно взорвется у плотины. Ваш ответ понятен, господин Козлов, вы можете вернуться за стол. Ну, Владимир, вы знаете, я должен вас сходу разочаровать, потому что то, что вы нарисовали, это под углом не к вертикали называется, а к горизонтали. Секундочку. К вертикали? Вот у вас луч, который светит вертикально. Ну, вот угол к вертикали, какая разница. А второй под углом к вертикали. Ну, вот она, вертикаль, вот под углом находится этот, вот этот угол. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. Чтобы бомба разорвалась точно под плотиной, нужен был строгий расчет. И, конечно, если бы вы хотя бы сказали то, о чем господин Козлов пытался вам подсказать, ну, слушайте дальше. Сбрасывать ее нужно было, как я сказал, за 400 метров и на определенной высоте. В условиях ночной видимости до прескудных технических средствах того времени точную высоту летчик определить не мог. Тогда и решили на бомбардировщиках установить два прожектора под определенным углом. Посмотрите на экран. Вот под каким углом. Под этим углом на нужной высоте, на нужной высоте отводной поверхности, лучи их сходятся в одну точку. Вот он опускается, когда лучи, они сначала светят по отдельности. А потом, когда опускаются до нужной высоты, летчик держал эту высоту и за 400 метров сбрасывал бомбы. Извините, пожалуйста, наша игра все-таки не на знание, а на логику. Абсолютно. Слово высота даже господин Молчанов не сказал. Извините, Андрей. Оно нарисовано у него на... Ну, высота в конечном итоге, конечно, нарисована. Нет, нет, у него вот нарисована высота, до которой нужно спуститься, господин ведущий. Обратите, пожалуйста, внимание. И что, для чего во время этой операции на этот вопрос господин Молчанов ответил мне для того, чтобы один прожектор светил на воду, а второй светил на плантину. Не так ли? Если задать вот этот угол только в эту сторону, будет тот же самый эффект. Когда будет видна вода и будет видна плотина, будет нужная высота. Это одно и то же. Угол задан заранее, господин ведущий. Ну, я вам... Это простая... Ну, это правда. Здесь, что это для прицеливания, это догадание. То есть для того, чтобы предупредить всех у плотины, что мы подлетаем. А это все равно 400 метров, этот луч и этот луч все равно видны, господин ведущий. Это ничего принципиально не изменит. Как раз расстояние 400 метров, эта высота все позволяет и так видеть. Эта безопасность не изменит. 5-1. Господин... Это не... Это не... Это не... Это не... Это не... Это не... Зназыки предложили другое решение, той же самой задачи. Итак, господин Поповский, дело в том, что... Дело в том, что в ответе вообще не было сказано о высоте. Было сказано, что на прямой вопрос мой, для чего нужны два прожектора, Владимир сказал, что один, чтобы освещать плотину, а второй, чтобы освещать воду. Это неправильно. Да-да-да-да. Чтобы господин Козлов не говорил про высоты. Была бы... Вы сами ударили господина Козлова, это сказать, и... Извините, господин Поповский, вы у нас новичок. Когда отвечает один человек, второй не может ему подсказывать. Господин Борщевский, что-то вы хотели сказать? Я не новичок. Так вот... Ну да, у вас небольшой стаж есть. Да. Так вот, значит, ваш вопрос звучал, для чего это было нужно? Да, слово высота не было. Если коротко, ответ не высота, а ответ прицеливания. Это пункт первый. Пункт второй. Ребята правильно вычислили логику вопроса. Они считали, допустим, если придираться к словам, они считали, что вот первый прожектор освещает воду, второй плотину. При определенном совпадении точек надо бросать. В правильном ответе два прожектора освещают воду. Принцип бомбометания по показаниям прожекторов они тоже угадали. И, наконец, третье. Да, второе решение той же задачи, как мне правильно подсказывают. И, наконец, третье. Нельзя добиваться от ребят сейчас правильного ответа. Так, кстати, говоря, слово высота звучало многократно в ответе Молчанова. В ответе Козлова. В ответе Молчанова. Козлов говорил про угол. Козлов все время подсказывал угол, угол, угол. А Молчанов говорил, первый прожектор для высоты, а второй, чтобы вот с этой высоты правильно бросить на правильном расстоянии. Я вас понял, господин Борчевский, но действительно, да. Вы не правы, господин Борчевский. Уважаемые телезрители, вы знаете, господин Борчевский, мне кажется, что это не та команда, которая на вопрос с правильным ответом высота и что лучи должны сойтись в одну точку, отвечают без слова высота и чтобы освещать плотину, это не та команда, чтобы такой ответ освещать плотину, что он сказал Молчанов, все, счет 5-1 в пользу телезрителей и мы начинаем, возможно, последний, седьмой раунд. Уважаемые телезрители, заходите на сайт forexclub.ru, регистрируйтесь и вы сразу получите на свой виртуальный счет одну тысячу долларов США. А если зарегистрируетесь в ближайшие два часа, две тысячи долларов. И каждый, кто заработает за следующую неделю хотя бы один доллар, получит приз от компании Forex Club. Господин Козлов, мне кажется, что вы сегодня очень нервничаете, я не пойму почему. Знаете, ну, это трудно объяснить почему, но это понятно, в общем, почему. Важная игра. Ну, просто не хотелось бы так закончить свою жизнь в клубе. Против вас, ну, Господин Козлов, знаете, знаете, вот 5-1, вот как раз для вас планка ответить на пять вопросов подряд. Я согласен, но я думаю, что это не усилие должно быть в команде. Против вас играет Петр Кабанов, город Анжера-Суджинск, Кемеровская область. Конфуций создал учение Сяо и со временем написал книгу. 24 образца Сяо, 24 примера почтительности. Внимание, вопрос. Почему, согласно этому учению, мальчик не должен отгонять от себя комаров, а должен смиренно терпеть их укусы? Потому что терпение, 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 терпение одно из правил, правил почтительности. Потому что сильный должен проявлять исходительность славы. Ну, это будет сильная почтительность. Так, а может быть, почтительность. А может быть, голодному, скажем. Комар же он не нужен голодный, он корфью. Нет, смиренно, понимаете. Мальчик, а почему именно мальчик? Он же может его отогнать. Ребята, еще версии, мне нужны версии от вас. И он хочет стать настоящим мужчиной. Чтобы родители отогнали. Это что, как углу врага? Он тогда будет почтительным к врагам своим. И что? Это его тренировка. Тренировка быть почтительным к врагам? Просто жалеть. Просто пожалеть слабого. А что значит быть почтительным к врагам? Почему мальчик не должен отгонять, чем малого? Чтобы не быть похожим на девушку. Терпение. А что девочка? Не психовать. В смысле терпение? Чтобы стать настоящим мужчиной. Там терпение, почтительность. Ну это понятно, все направлено, чтобы стать настоящим мужчиной. Мне нравится исходительность к малым. Ну что, Костя, к малым тоже не верит. Более слабое. Да. Как-то мне не верится, конечно. Не понимаю. Воспитывать почтительность. Итак, господин Кашвук. При таком счете я возьму помощь клуба все-таки. Олег, слайд, 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 слайд. Уважаемые знатоки, 20 секунд пошло. Если он отгоняет от себя, они подойдут. Комары. Я понял. Все, ребят, чтобы не кусали родителей. Почтение к старшим. Почтение к старшим. Да я понял. Все видно, да. Борис Бурда будет отвечать сейчас. Прошу, Борис. Ну что ж, с помощью наших товарищей мы услышали от них ответ, что мальчик должен не отгонять комаров, чтобы эти комары кусали, мучили его и при этом не страдали его родители, которым мальчик таким образом будет проявлять почтительность. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Посмотрим, Козлов. Да, господи. У меня к вам вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, я просто хочу понять, в каком состоянии находится ваша команда. Мальчик почтительный. Кому он должен быть почтительным? Вы перечисляли почтительность к комарам вообще. Кому только нет. Ну, в первую очередь, кому? К родителям. Мне кажется, что это очень простой вопрос, который ставит вас в тупик. Действительно, в книге 24 образца Сяо Конфуций писал, ночью мальчик не должен отгонять от себя комаров. Пусть они лучше жалят его, чем станут беспокоить родителей. Кстати, господин Бурда, почитайте своему сыну эту книжку. Там просто она поражает воображение. Хотите еще один пример Сяо? Почтительный сын в голодный год должен отрезать от себя кусок тела, чтобы сварить бульон отцу. Приятного аппетита. Это, кстати, вам рецепт, Борис. 5 ватт. Нет, 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 работаю. Телезритель Петр Кабанов получит 60 тысяч рублей от Бинбанка как компенсацию, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Уважаемые телезрители, абоненты МТС с помощью смс-сообщений во время прямого эфира тоже отвечают на вопросы нашей игры. По итогам трех серий будет два победителя. Тот, кто ответит на максимальное число вопросов за все игры, и тот, кто покажет лучший результат в отдельно взятой игре. Эти два человека в зимней серии будут играть в команде МТС. Я призываю всех присоединяться и получить уникальный шанс сесть за стол вместе с магистрами Виктором Сидневым, Александром Друзем, а также обладателями «Хрустальной совы» Александром Рубиным и Александром Бялко. Это уникальный шанс. Господин Сиднев, у вас, как у капитана команды МТС, есть какие-то пожелания к кандидатам? Вот что им нужно делать? Какие вам игроки нужны в команду? Веселые. Веселые. То есть отвечаете на вопросы с юмором. Весело взяли, весело повесили. Господин Сиднев и вся четверка, а вас я хочу поблагодарить за участие в этом непростом эксперименте. Будем ждать встречи с вами в зимней серии. Восьмой раунд. Итак, команда МТС будет играть в зимней серии. Команда Олеся Мухина не раньше, чем в осенней. Команда Балаша Косумова и Елены Потанины одержали победы в этой серии и будут играть летом. А вот кто им составит команду, команда Андрея Козлова или многострадальная команда Алексея Флинова, выяснится по окончании этой игры. Господин Аскеров, как вы там? Неплохо. Ну, смотрите, мы вас переставили, и команда не отвечает на вопросы. Случайность? Я думаю, это закономерно. Теперь понятно, кто виноват. Конечно. Итак, Химки. Против вас играет менеджер Надежда Ларина. Город Химки, Московская область. Вы успокоились немножко? В 18 веке в Москве, в районе Китай-города, часто проходили ярмарки. Во время этих ярмарок перед толпой запускали в небо воздушные шары. Внимание, вопрос. Кто устраивал эти представления? Воры. Да, чтобы люди губы глядели. Чтобы глядели, пока глядят вверх, да? Да, да, да. А еще варианты какие-то? Каким там стрелковым оружием, скажем, правда? А садили в них не стрелять, стрелять это не будет. Ну, может быть, фирма какая-то. Они говорят, вверх, а я... Шаров. Кто еще может? Водовцы воздушные шаров. Да ну. А зачем? В 18 веке только изобрели их там. Еще есть варианты? Ну, очень похожа. В любом случае, как бы мы сейчас ни играли, не в стиле нашей команды тянуть время, если есть ощущение, что найден правильный ответ. Владимир Молчанов отвечает. Это развлечение для публики устраивали воры, если совсем точно. 5-3. 9-й раунд. Господин Молчанов, скажите, пожалуйста, а вот вопрос, который вы взяли с помощью клуба, мне показалось, что вы давали эту версию или не послышалось? Не припомню. Может быть, в числе прочих и говорил, но не акцентировал на ней внимание ни своего, ни команды. Владимир, может, вы скажете, что сегодня, что с командой? У вас какого-то вот полета нет? Сейчас против вас играет Владислав Боязитов, поселок Лосиной, Свердловская область. В своей книге «Лад» Василий Белов писал о том, как в доколхозную пору крестьяне Вологодской области организовывали общественный амбар, который назывался «Магазея». Это был своего рода фонд крестьянской взаимопомощи. Внимание, маленка! Собрав урожай, крестьяне сдавали зерно кладовщику, а тот подсчитывал и записывал, кто сколько маленок сдал. А в случае необходимости каждый крестьянин мог прийти в амбар и взять нужное ему количество зерна. Господин Козлов, абсолютно натуральный обмен. Деньги не требовались. Ситуация вам понятна? Принес вещи, взял зерно. Не, не вещи, нет. Сдал зерно. Маленка, это называется ведро вот это. Я понял. И как вот деньги внес, деньги можно взять. Подожди, например, деньги взял, деньги можно взять. Да нету денег, наоборот говорю. Здесь маленку принес, маленку можно взять. Одну, две, три. Натуральный обмен. Деньги не требовались. Сколько маленки принес, потом когда в общий амбар сдал, потом сколько нужно, забрал. А теперь, внимание, вопрос. Еще раз, натуральный обмен, деньги не требовались. А как оплачивался труд кладовщика? Верхушка, вот это снимали, лишнее. Верхушка, лишнее, да. Мы отвечаем, да? Давай еще, подожди, а если он не приносит? Нет, вот давай кладовщику, да? А, принесли сверху. Кладовщик сразу забрал вот это, да? Давайте другой раз. Что вот это такое за штука? Ну это, ну не важно, там, меры. А ей снимали! Не так, не так. Вот, горизонтально снимали. Переверните, я бы так снимали. Вот, нет, не так. Горизонтально положили, как нот. Вот, нет, твою мать, это верхушка кладовщику. Вот, да, да. И равняли, то есть верхушку снимали. Отвечает Владимир Молчанов. Итак, господин Молчанов, только сосредоточьтесь, пожалуйста. Да. И, да, теперь насыпайте все назад, потому что очень сложно показать, как оплачивался труд кладовщика. Значит, когда вот эту вот кадушечку-маленку приносили... Там тишина в зале. Кладовщик вот с помощью, не знаю, как это называется, этого приспособления снимал верхушку, ну, сколько, подождем, ну, снимал, как получается. Все, что оставалось... Как оплачивался труд кладовщика. Все, что он срезал вот сверху с этой маленки, все это было его. Он этим мог потом распоряжаться, как захочет. Хочет, там, кормился с этого, хочет на обмен. А там вопрос еще было, приходили, сдавали, уходили. То есть, приходили, сдавали, приходили, забирали. Забирали они без верхушки вот этой. А сдавали? А сдавали с верхушкой. На самом деле верхушка так и это гнулась. Ну, да. Все очень просто. И все-таки, вот там неудобно. Господин Молчанов, господин Козлов, покажите, пожалуйста, как сдавали и как принимали. Сдавали. Сдавали, когда... Сдавали сверху. А, да, извините, я не прав абсолютно. Не знаю, почему хранитель традиций молчит. Почему вы мне разрешаете принимать ответ у Козлова? Чего вы занимаетесь там со Стеровым? Господин Молчанов, прошу вас. Вот так вот сдавали. Вот так вот. А вот так вот, когда он вынимал... Вот так вынимали. А теперь, внимание, правильный ответ. Кладовщик, принимая и выдавая зерно, мерил его маленками. А верх равнял специальной вогнутой палочкой. Только при приеме равнял вот так, с горкой. А при выдаче вот так. И разница шла на содержание кладовщика. АПЛОДИСМЕНТЫ 5-4. Ну не так немножко показали. Так, 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 так. Вот теперь это так уже. 5-4. Работать! Господа, финальная игра подходит к концу. И мне бы хотелось узнать точку дренизма таков. Теперь уже до этого может дойти все-таки команда Козлова. Если выиграет, то кто-то, кого-то из них мы будем выбирать в обладатель грузальные совы. Я хотел бы спросить, давайте начнем с Олеся Мухина. У него новая команда. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, господин ведущий. Олеся, как вы считаете, вот за эти две игры, кто лучшую игру показал в этой команде? Мне показалось, что команда играет очень живо. И я бы хотел, чтобы моя новая команда играла так же задорно. А лучше, наверное, сейчас господин Молчанов, на мой взгляд. Господин Молчанов. Господин Костумов, а ваша точка зрения? Владимир Молчанов. Тоже Владимир Молчанов. А девушки ваши... Ой, Юля, сегодня новая стрижка, я смотрю. Юля, скажите, а вам тоже, ну, давайте ПИС тоже, просто, кто вы? Да, Владимир Молчанов. Дмитрий Авдеенко, вам тоже? Да, ну, я посвященный игрой капитана. Так, команды Елены Патаниной у нас нет, но, конечно, команду Блинову я не могу спросить. Госпожа Орлова, господин Новиков, скажите, вы вообще надеетесь играть еще в ближайшее время? Надежда у нас есть всегда. Ну, а кто лучший, на ваш взгляд? Молчанов. Молчанов. А, Илья, на ваш взгляд тоже? На мой? Да. Да, вас просто плохо слышно. Илья, я смотрю, у вас сегодня интересная компания, с вами Константин Хабинский сегодня рядом. Константин, а вам чья игра больше понравилась? Я считаю, что, собственно, капитан ведет команду. Капитан ведет команду. Благодарю вас. Ну, и, конечно, персонально я должен спросить у Равшана Аскерова. Господин Аскеров, как вам стоится рядом с Борщевским? Борщевский замечательно. Благодарю вас. Благодарю, Равшан. Десятый раунд. Работаем, 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 работаем. Все. Пошло в нормальном стиле, как должно быть. И, тем не менее, в нормальном стиле, господин Козлов. Но если бы я так отнесся, как на предыдущем вопросе, к другой команде, вы бы меня осуждали, ответили до окончания минуты, до конца не обсудили как... Мы же не экономили минуту, господин ведущий. Мы же не экономили минуту. Черняховск, господом. Черняховск. Там не было экономии минуты, мы просто не стали тянуть время, как бы... За что вы сейчас в претензии-то? Не в претензии. Я говорю, что вы для начала показали неправильно. Вместо того, чтобы орать, что у вас есть правильный ответ, лучше бы подумали, как надо показывать ответ, если вы собирались его показывать. Будем стараться. А против вас играет Вячеслав Дружинин из Черняховска, Калининградской области. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Он брал емкость в виде ванночки, опускал в нее предмет и заливал молоком. А потом долго трудился, периодически выливая часть молока из этой емкости. Внимание, вопрос. Назовите профессию этого человека. Это не может быть фотографов. Они показали вначале негатив такой. Может, этих фотографов? Ванночки. Не было в обеих стороне сока. Подогревал он что-то делал. Масло, сыр таким образом. Что ты сказал? Ванночка, это не масло. Он периодически выливал молоко. Молоко, может быть, в переносном смысле слова? Ну, а что-то закрепитель проявителя. Нет, раньше так было. А почему он выливал часть? Вот он взял ванночку. Взял ванночку. Пенки появлялись. Пенки появлялись. И что? Что делали? Профессия душа. Это каша гуриевская. Почему? А что он повар? И в пенок ее делал. А то он мог положить внутрь, ребят. Кто внутрь он мог положить? Какой подметок? Ванночка у него была. Понимаете, ванночка. На ванночке, конечно, пенки, что больше образуются. Да, да, да. Он часть фотографировал. Что внутрь вам положили? Молоко. А зачем ты нас выливать? А фотографии не может быть? Кислотные продукты. Для зверей может быть что-то уделение? Молоко сливал, ты понимаешь, он брал. Сливал. Что такое молоко? Нету понятия молоко. Обезжиривал. Итак, кто отвечает? Серебрянка. Для зверей. Кто отвечает? Я повторю вопрос, но при одном условии. Если кто-то, отвечающему, начнет что-то подсказывать, я сразу засчитаю победу телезрителей. А вопрос я сам повторю тому, кто будет отвечать. А отвечать будет? Ну, отвечать будет Алексей Капустин. Алексей Капустин. Итак, он брал емкость в виде ванночки, опускал в нее предмет и заливал молоком. А потом долго трудился, периодически выливая часть молока из этой емкости. Вопрос. Назовите профессию этого человека. Ну, я считаю, что Игоря версия была правильная. Это профессия фотографа. Так, может быть, так делались первые проявления фотографий. Итак, Алексей, ваш ответ понятен. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот у вас есть ванночка. Вы опустили в нее предмет. Потом часть молока отлили. Ну, как бы залили предмет. Потом часть молока отлили. Вы представляете себе картину? Представляю. Долго потрудились, еще отлили. Долго потрудились, еще отлили. Внимание на экран. Отделилось. Если в емкость положить модель будущей скульптуры и постепенно отливать молоко, то мастеру легче работать над скульптурой. Ту часть модели, которая проступила из-под молока, скульпторы высекают в камне. Профессия этого человека – скульптор. Именно таким способом великий Микеланджело делал своего Давида. Господин Бурда, вы этого не знали про Микеланджело? Нет, к сожалению. Но мне кажется, что он образный вопрос. Вот что-то погрузили, постепенно отлили. Там ведь вы поняли ситуацию. Да, отлили часть. Он отошел, поработал. Долго трудился. Какая-то пенка молока. Почему что пенка? 6-4 в пользу команды телезрителей. Счет становится 6-4 в пользу телезрителей. Команда Андрея Козлова терпит поражение и перемещается на последнее место текущем рейтинге команд. Вот имена телезрителей-победителей. 10 тысяч рублей заработала Ольга Пальчевская из Москвы. Вопрос о фингвинах. 20 тысяч. Галина Рубикова из Барнаула. Вопрос о караванах. 30 тысяч рублей заработал в 13 секторе. И Антон Григорьев из Череповца. 40 тысяч рублей. Жанна Полянская из Сыктывкара. Вопрос о женском белье. Дмитрий Ярош. Город Мозырь. Вопрос о бомбах. 50 тысяч рублей. И 60 тысяч рублей заработал Вячеслав Дружинин. И Черняховска. Так, все письма, которые остались на столе, получат от Пинбанка компенсацию 10 тысяч рублей. Это вопросы из Перми, канадского города Дартмунд и вопрос в секторе Блиц. Господин Поповский. Кого абоненты МТС признали лучшим? Господин ведущий, к настоящему моменту однозначный лидер игры. И по моему мнению, и телезрители это видят. И все здесь присутствующие. Это Владимир Молчанов. Владимир Молчанов. Я вас поздравляю, книга ваша и билеты на Евровидение тоже. А сейчас, внимание. Сейчас будет определен лучший игрок весенней серии. Это игрок победившей команды, телезритель. И прежде чем назвать имя победителя, я хотел бы узнать точку зрения магистров и господина Борщевского. Так как господина Гусельникова нет, мне нужен какой-то совет. Кто из телезрителей, на ваш взгляд, сегодня... Какой вопрос вам понравился, господин Борщевский? Мне понравилось два вопроса. Мне понравился вопрос про пинггинов, про смокинг. Очень хороший вопрос. Обратный. И нашего клуба вопрос про молоко и скульптуру. Что из этого выбрать, я не знаю. По изяществу, наверное, все-таки пингвины, это как назарение. Это, наверное, покруче. Пингвины покруче. Пингвин. Так, господин Друзь, а у вас какая точка зрения? Я, как всегда, не согласен с господином Борщевским. По-моему, на мой взгляд, вот это понижение уровня молока, как понижение мрамора... Это, господин Друзь, я не спрашиваю, что вам не нравится. Если вы хотите сказать... Я еще раз говорю, мне понравился вопрос про молоко. Про молоко. Понятно. И никакое отношение, ваше мнение, к тому, что вы, как всегда, не согласны с господином Борщевским, согласитесь, не так важно. Господин Сиднев, а вам какой вопрос? Мне понравился вопрос про почтение к родителям. Про почтение к родителям. Ну что ж, три разных точки зрения. Ну что ж, господа, придется решать мне. Господин Козлов, может быть, вы, кстати, магистр, не заинтересованный. Я уже приготовился к тому, что вас нельзя спрашивать, если вы грузно-таки. А вы магистр, не заинтересованный в данном случае. Вам какой вопрос больше понравился? Если к вопросу о почтении родителям относиться как к образу, естественно, а не просто конкретности с комарами, конечно, это самый лучший вопрос. Это понятно, Андрей, но все-таки это вопрос, на который дали ответ знатоки. А я, то есть это не догма, но все-таки мне кажется, что нужно давать... Тогда про молоко и скульптуру. Про молоко и скульптуру. Итак, лучшим игроком весенней серии «Что, где, когда» 2009 года признан Вячеслав Дружинин из Черняховска. Вопрос о скульпторе. Награда ждет вас. Вячеслав Дружинин награждается «Хрустальной совой» эксклюзивной пластиковой картой на сумму 300 тысяч рублей от Бинбанка. Уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами. Летняя серия начнется в конце мая. Надеюсь, увидимся. Звадим Козлов. Да, господин ведущий. С моей точки зрения, вашей команде просто не хватило физической и моральных сил на такое количество побед подряд. Вы знаете, я думаю, что любой команде, как и любому коллективу, отпущен ее срок. Мне, конечно, жаль, что мы закончили именно так свою жизнь в клубе. Я благодарю вас и благодарю всех, кто болел за нас все эти годы. Наша команда закончила выступать в клубе «Что, где, когда». Спасибо большое. Андрей, не волнуйтесь. Мы к этому вопросу вернемся осенью. Во всяком случае, у вас есть возможность передохнуть. А весенние игры окончились. Большое всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...